МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Муниципалитеты тянули до последнего. Именно поэтому лозунгом года для них стало постоянно звучавшее «прибавить оборотов». Летняя инертность на местах региональных властей неприятно удивляла. У нас ни в одном муниципальном образовании не появился этот центр, новый. Существуют только те, которые уже ранее были открыты. Это Соктовкар и Уск-Уломский район. Необходимо и агентству здесь работать плотно, и с министерством образования, и с администрациями муниципальных образований, ну и, конечно, руководителям органов местного самоуправления. Учитывая, что мы им выделяем на эти цели из республиканского бюджета субсидию, также необходимо четко понимать сроки реализации этих мероприятий. Впрочем, уже к концу года в 12 районных предшколах создали 71 спортивный клуб, укрепили материально-техническую базу республиканской ДЮС США почти на 27 миллионов рублей. А строительство спортивных объектов в Коми произошло даже самые смелые ожидания. Свои спортплощадки появились в Княжпогодском, Кайгородском, Усть-Вымском районах. В Карткировском к строительству подошли системно. Своими новыми спортзалами обзавелись сразу несколько поселений. Не обошла большая стройка и сам Карткирос. Переориентация применения в год спорта – главный маркетинговый ход властей на местах. В Мадже спортзал делают из бывшего клуба «Старожевский» из банно-прачечного треста. В Большелуге лыжную базу возводят на месте интерната. А в самом Карткиросе под нужды спортсменов отдали хозяйственный ангар. Причем ремонт большинства объектов Карткирос финансируют из собственных источников. Новые спортзалы в свободном плавании не оставят. Объединять идейно и материально их будет новая административная структура – Центр по проведению спортивных мероприятий. Системный подход, по мнению Василия Гончаренко, ментальность Карткиросов изменит кардинально. Задача на перспективу – создавать в селах так называемые спортивные семейные клубы. Этот год должен дать толчок, чтобы у нас увеличится пропускная способность наших спортивных сооружений. Сегодня она была практически с самой Ньюской Республики. Потому что спортивные залы были только в школах. И вот ни одно спортивное зало районного уровня, вообще доступного для населения. Поэтому вот этим годом мы стартуем в то время, когда начнет население, будет иметь доступ к спортивным общественным залам, где можно будет проходить с семьями, независимо от учебного процесса в школе. В общем, заниматься в любое время суток. Отдельной строкой можно выделить появление новых бассейнов – Княжпогости, Печори. Своё обновление получил и Центральный бассейн Сыктывкара. Городские заплывы на 100 или 200 метров для этих ребят уже в порядке вещей. Время каждого на новом табло в отдельной строке. На тумбах уже не стоят арбитры с секундомерами, нет скандала с решением, кто приплыл первым. Всё фиксирует электроника. Поэтому победить или, как теперь говорят пловцы, продавить щит для каждого из этих ребят – дело чести. То, что мы видим сегодня, электронную систему старта-финиша, это, конечно же, шаг вперёд. Этим должен оборудовать уже современный бассейн просто по определению. И сегодня эта система позволяет проводить соревнования вплоть до международного уровня. Международные старты – это, конечно, пока мечта. А вот всероссийские – вполне реальная перспектива. В феврале следующего года, спустя 9 лет, Сыктывкар примет чемпионат северо-запада по плаванию, где новая система фиксации результатов пройдёт, как говорится, крещение боем. Впрочем, у арбитров от хронографа отзывы сплошь положительные. Если ранее мы брали всё на свой секундомер, то есть тут играет чисто человеческий фактор. Успел ты на начало сигнала среагировать или на касание, то сейчас это всё оценивает электроника. Это такая, получается, система, которая оценивает очень объективно. То есть электронный сигнал идёт, электронное касание, и здесь уже никого не обмануть. Футбол – безусловный спорт номер один. В этом виде в Коме случилось сразу несколько ключевых и знаковых событий. Впервые в регион посетил руководителя Российского футбольного союза Николай Толстых. Трехстороннее соглашение – своеобразный карт-бланш нашей республики. Теперь все инициативы по дальнейшему развитию футбола в Коме будут проводить под эгидой РФС. Футбол в республике – один из наиболее динамично развивающихся сегодня видов спорта. Один из самых зрелищных видов спорта, который увлекает, на самом деле, вот таких вот мальчишек, увлекает собой и занятием, возможности занятием, пройдения занятий в футболе, и кончает, так сказать, людьми любого, любого застной категории. У нас нехти всего 310 квадратов на безвозмездной основе, на центральном институте. В наших силах мы здесь постарались, да, у нас тренажерный зал. Александр Мазлов рассказывает о 9-летней истории республиканской спортивной школы. Понятно, что пока на футбольной карте страны Сыктывкар выглядит более чем скромно. Но и наши ребята своими успехами в России уже доказали – именно футбол в Коме номер один. Впрочем, наши спортивные функционеры в своих планах решили пойти дальше и создать в местечке лесозавод под Сыктывкаром уникальный региональный центр подготовки футболистов-профи. Президент РФС идею поддержал. Москва может помочь методически, заявил он. Прежде всего, подготовки карты для работы в этом нужном, для развития футбола, центре подготовки. Как я уже сказал, мы и в дальнейшем сделаем все возможное, чтобы помогать в развитии инфраструктуры, поддерживая в том числе инициативы регионов, Минспорте по строительству спортивных объектов. В рамках же наших полномочий, я уже об этом сказал, мы будем делать все возможное, чтобы продолжать предоставление футбольных полей, как мини-футбольных, так и полномасштабных, естественно, вместе с регионами регионов. Вот эта площадка, где мы планируем монументальное что-то построить такое. Ну, конечно, с помощью российского футбола. Запасное поле стадиона пока выглядит не очень. Но уже в следующем году здесь, возможно, начнут возводить универсальный дворец спорта. По крайней мере, покрытие для футзала Николай Толстых твердо пообещал. Совсем другое впечатление произвел на него уже существующий спорткомплекс, база мини-футбольной новой генерации. Здесь президент РФС даже согласился вспомнить навыки пенальтиста и трижды пробить поворотом воспитников местной спортшколы. Его соперником стал губернатор Вячеслав Гайзер. Промахнувшись по разу, импровизированный матч высокие гости завершили боевой ничьей. По боевому вели себя при встрече с считающими себя профи, сыктывкарцами, футболисты сельских районов. Сборная столицы Коми впервые провела турне по деревням и не во всех чувствовала себя фаворитом. В Усть-Выме команды выдали, пожалуй, самый яркий матч лета. С первых минут матча сыктывкарцы прижали хозяев к воротам и практически без сопротивления открыли счет. Правда, Усть-Вымцы тут же ответили резким контур-выпадом, пусть он и не вытекал из общей логики игры. 1-1. Впрочем, пропущенный гол оранжевых только раззадорил. Сыктывкарцы продолжали гнуть свою линию и провели ворота соперника четыре мяча подряд. Гол на последних секундах – это все, чем смогли ответить Усть-Вымцы. В итоге 5-2. На перерыв гости ушли с солидным запасом. Реализация страдает. Будем моменты 100%, надо забивать. С командой сыктывкар достойная, тактически сильная команда. Единственное, что не хватает нам реализации, будем пытаться во втором тайме забивать. Командой можно играть. Красивый футбол, хорошо, нравится. Второй тайм хозяева начали активнее и даже сократили отставание до двух мячей, но затем сыктывкарцы снова перехватили инициативу. Еще трижды у Севымской голкипер оставался неудел. 8-3 в пасмурном воздухе Айкина запахло разгромом. Впрочем, видимо, пометуя о следующем матче, футболисты из столицы Коми резко сбавили обороты и ушли в глухую защиту. Вот с этого момента и началась игра, которую потом местные сторожили назвали не иначе, как «Погнали наших городских». Каждый следующий гол ворота гостей зрители встречали повышением децибелов. Вот только догнать сыктывкарца в счете футболистам в черном не удалось. 8-7. Победа гостей, впрочем, разочарование у местной публики не вызвала. Соперник попался достойно, и об этом говорит и счет сегодняшней встречи. 8-7, упорная борьба. В конце немножко, я думаю, что мы подустали, да, и болельщики гнали вперед команду из Севымского района. И, соответственно, вот в такой борьбе нам достать одержать победу. Я думаю, что это хорошая дружина, скажем, которая получила в подарок прекрасное футбольное покрытие в селе Айкина. В предолимпийский год Сыктывкар вошел в число 128 городов России с почетной миссией передачи эстафеты Олимпийского огня. И вот в воротах Сыктывкарского аэропорта первый факелоносец, глава республики Вячеслав Гайзер. Первый факел в республике Коми зажжен! Ура! Ура! Вторым в списке избранных бежит Иван Поздиев и не скрывает волнения. Все волнуются в автобусе, все же понимают ответственность. Каждый говорит, чтобы факел не подвел, чтобы свои близкие нашли. Это большое счастье для республики, но это и заслуженная республика, потому что мы в спортивный край были, есть и будем. Поэтому легенды спорта, как я уже говорил, были у нас не только в прошлом, они у нас есть и в настоящем, будут и в будущем. Поэтому, когда бежал, думал, что у нас еще все впереди. Поэтому вместе будем работать, чтобы так и было. Факелоносцы начали свой путь с исторической части города, пробежали мимо парка Кирова и Стефановского собора, добрались до орбиты. На протяжении всех дистанций их приветствовали горожане и гости столицы. Олимпийский огонь по улицам столицы Коми пронесли 90 человек. К вечеру на центральной площади Сыктывкара, в конечном пункте эстафеты в Коми, собралось несколько тысяч человек. Посмотреть на символ Олимпиады приехали даже жители других городов. Честь завершить эстафету в Коми доверили прославленные лыжницы Раисы Сметаниной. Раритетные хоккейные краги и стартовые колодки легкоатлетов по сторонам – символ Олимпийского огня в центре. Зал спортивной славы готов на 100% пока только технически. С точки зрения информационной насыщенности ему есть куда расти. Впрочем, и без этого зал спортивной славы – еще один повод для гордости у жителей Коми, заявил Вячеслав Гайзер. Надо как можно больше вовлекать занятия физкультурой и спортом наших детишек, всех наших жителей республики, потому что это здоровье, потому что это развитие и за этим будущее. И этот зал славы, конечно, свою веку в эту общую задачу несет. Я не слуху не сомневаюсь, что он будет давать возможность нашим новым покорением спортсменам смотреть, гордиться своими предшественниками и приносить свои уже успехи в общую картинку достижения республики. Наряду с общей информацией на стендах – малоизвестные факты из биографии спортсменов и оригинальные элементы амуниции. Весь материал собирали буквально по крупицам. И будут собирать дальше. Если потребуется, площадь подсвидетельства исторической памяти будут расширять. Фойе стадиона для этого должно хватить с лихвой. Когда мы вплотную столкнулись с подготовкой этого зала спортивной славы, мы увидели, какие промежутки временные мы просто-напросто имеем как белые пятна. Нам их надо сейчас найти. Пока есть живые носители тех исторических периодов, которые они проживали у них, и эта информация есть. Она, к сожалению, пока еще не востребована. И мы постараемся, чтобы все виды спорта, которые культивировались у нас в республике Дотого, были здесь представлены. История – это великое дело. И воспитание нашей молодежи, воспитание наших детей, она строится именно на тех артефактах, артефактах, которые мы должны иметь постоянно. Как учить людей, как им объяснять о том, что в 1931 году, в 1918 году были тоже у нас великие люди, которые защищали нашу страну на всевозможных соревнованиях. Сегодня иногда забывают. Никого не забыли на торжественной части 90-летия спортивной отрасли в Коми. Она прошла в лучших былых традициях, с оговоркой на высокие технологии. Впечатляющее лазер-шоу вполне атмосферно смотрелось на фоне пионерских гимнастических фигур. Свои награды получили все бывшие руководители спорта в республике. А затем настала очередь Вячеслава Гайзера превращать спортивные атрибуты в артефакты. У меня возникло предложение сделать переходящий ежегодный приза, тот факт, который я в нем, лучшим детским спортивно-юношеским школам, которые ежегодно будут подводить свои итоги и признаваться лучшими в республике. Ухтинская детско-юношеская спортивная школа единоборств имени Эдуарда Захарова первый обладатель почетного приза. В этом году ребята превзошли сами себя, говорят спортивные чиновники. Официально год спорта в Коми завершен, на самом же деле завершен только на бумаге. С его окончанием никакие спортивные программы не исчезнут, ведь, как особо подчеркнул Вячеслав Гайзер, приоритет, пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья не может быть временным. Максим Васильев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрген, Сыктывкар.